Интернет! Интернет! Вы видите, какой плохой? Да. Видимо, что-то... Не буду увеличивать. Оставлю так. Погодой. Это не увеличение дела, это проблема в интернете в самом. Вот это видео, я вам сейчас сразу скажу, не выставляйте, а пришлите мне сначала. Вот, то есть выставите, я его скопирую. Вот, а потом вам пришлю уже обработанным. То есть я там уберу все лишнее, вот эти вот обрывки все уберу. Мы их уже оторвали, мы отрываем обрывки, у нас нет ничего. Первые два оторвали, а этот я тут в это время давал пояснение. Нет, я вас затруднять не буду, вы большую там работу делаете по присланному материалу. Давай вернемся к первому. Ваши мысли после того, как просмотрели вчера нашу беседу со Степанинкой? Значит, я сейчас скажу еще раз. Вот, значит, мысли такие. Беседа была братской, вот, он принял от вас поддержку. И думаю, все у вас прошло, как говорится, на дружеском уровне. Вот, вы поддержали его, он принял без лукавства. Вот. Далее, вот что я хочу сказать. Вот, сейчас то, что он обозначил вот эту проблему, вот это слово, он подчеркнул, что его неправильно поняли. Вот, то есть это сработали средства массовой информации. То есть вот эта медийная информация, желтая пресса сработала так. То есть его неправильно поняли. И он очень переживает за то, что не звонят никто из таких, из православных каналов, из православных пространств. Никто не желает позвонить и не узнать. Максим, а что же в действительности ты хотел сказать этим своим интервью? То есть своей статьей. Понимаете, в чем дело? То есть его рвут сейчас на куски. Желтая пресса вырует, то есть желает его полного разложения. Вот, а братья его молчат и, как говорится, тихим сапом. Никто не хочет поддержать и спросить, Максим, ну объясни, пожалуйста, для чего и почему ты сказал это? Вот в чем дело. А вы хорошо прослушали, что я трижды возвращался на одно и то же к нему. Что ошибки никакой нет. Суть-то в том, что они поняли на другом уровне. Выткнули это не просто в пространство безбожного мира-то. Это прихожанки под этим словом Б. Их 90% таких-то. А кто их такими держит-то? Попы и епископы. Он еще не осознал до конца, кого он задел, какую махину и какое там озверение идет. Это просто Господь через него сделал. Он созрел для этого. Его надо поддержать только молитвой-то. Это не внешне. Он ткнул внутрь церкви. Это Б. Это внутри церкви. В общем, суть-то и дело. Это главное-то. Да, я хочу тоже по поводу этого слова Б. По сути, слово Б обозначает заблуждение. Вообще, это слово, если в словарях я тоже скажу, мне тяжело назвать это слово, но я назову. Слово Блять обозначает заблуждение. То есть наши отцы в недалекой древности это слово употребляли к любому заблуждающемуся человеку. То есть сейчас вот мы просто исказили это все. Это называлось прямо самгонах церкви, говорилось это слово. И все люди воспринимали это, как говорится, полноценно и достойно. Ведь по сути сейчас этим словом Б можно назвать, то есть отнести его можно к любому прихожанину церкви. Любой сейчас заблуждается, любой находится в прелести. Как говорит тоже там Максим, он тоже никого не осуждает, он только обличает. И как он называет нас родом лукавым и прелюбодейным. Как мы возлюбили говорить о любви, а о наших грехах мы говорить уже не любим. Мы не принимаем, наше сердце не принимает этого. А ведь по сути, смотрите, как 98 процентов. Вот, допустим, у меня в семье, у меня ни мать, ни сестра, ни дочь, у меня не делали ни одного аборта. Я смело смотрю им в глаза, но я вот после этой беседы представил себе, а что, если бы я узнал, что моя мать или сестра – убийцы? Как бы я смотрел им в глаза? Для меня просто этот вопрос закипел внутри, и мне стало не по себе, понимаете? А как же тем матерям, которые приходят домой из храма, и у них уже дети, осознающие ситуацию и, как говорится, понимающие мир? Как же они смотрят в глаза детям и дети, как смотрят на этих матерей своих вот после таких убийств? Вот. И почему в церкви, да, сейчас вот это вот замалчивается? Ведь священники должны утвердить об этом. Вы убийцы. Вы не просто убийцы, а вы серийные убийцы. Вам нужно, как говорится, вас не то, что и эпитемии накладывают в вас. Это однозначно нужно накладывать эпитемии, полные прям за убийство. Вот. И посчитать за каждый аборт, сколько эпитемии получается, лет получается. Это вся жизнь уходит на эпитемию, получается. Потому что абортов не менее трех. Там три, два, три аборта – это стабильно. Вот. И я считаю, нужно озвучить этот вопрос и нужно выносить его на обсуждение. Но люди-то не это значение слова принимают. И он-то по контексту говорил не об этом. Да, это в словаре все правильно написано. Он имел в виду здесь, если… Кому он обращался к людям-то? Речь шла не о заблуждении. О одиночке матери – это не заблуждение. Вот он про это как раз… Как-то заблуждение. Они же заблудились, они же блудили. Блуд и заблуждение – это, в принципе, одно и то же. Ну, правильно. У людей-то это тоже понятие. А смысл один. Я рассказывал… У нас здесь умер такой был артист Золотухин Валерий Сергеевич. Но у него было три жены. И вот они там у гроба две жены собрались. И последняя, она на 33 года моложе была его, Ирина Линд. И она воспоминания свои говорит. Когда я в театр поступил, а там сидят то ли работники, то ли артисты. Я говорю, слышал, они говорят, а это чья бы прошла. То есть она не просто женщина, она чья-то. Вот и все. Он об этом смысле и сказал. Прелюбодейный и грешный. Он расшифровал эту фразу. И считать себя у нас все нормально. Нормально. За годы перестройки считают от 80 до 102 миллионов абортов сделали. Это государство большое погибло. Это исчезающая нация, у которой нет чувства самосохранения. Это не надо никакого. План Далес или что-то. Внутри сатана сидит. Вот где план. И поэтому не о слове речь-то идет-то. А то, что он показал наша характеристика. А после этого ставство. Вот а что это ство? То есть это все внутри. Кто приходит? Прихожанки. Чьи? Вот у нас поехал священник. Я могу фамилии и все называть. Поехал в женскую колонию. 470 человек. Только пятеро не причастились. Это пишут в церковной литературе. Это сидят уголовницы. Потом ни одно убийство на ней. И он всех сразу причастил. Ни пятим, ни ничего нету. Вот это его там сидят при любодейке и прочее. Почему он причащает? Он считает их христианами. Почему он их, как называется, окормлять? Это не хорошее слово. Но так они говорят. Потому что это его паства. И поэтому Максим-то ткнул внутрь церкви-то. Он еще даже до конца не осознал этого-то. То есть он сделал намного больше, чем некоторые люди думают-то. Он до конца не сказал. А смысл в том, это в священников. Это в епископов. И в патриарха ткнул. Потому что это внутри. Закон, который на дорогах здесь действует, он не для Китайской Республики. Он не для Вьетнама. Он для нас. И законы наши, они для нас. И поэтому, ну, в Америке блудят везде. Главное, что у нас в церкви делается. Я ему вчера трижды возвращался по этой программе. Может быть, он до конца не хотел это уже сознать об этом. А может быть, он правильно сказал. Говорит, я и не ожидал, что такой резонанс будет-то. Резонанс это еще не полный. Он еще не знает, что внутри. Я же уже не один раз говорил. Когда Господь Христос посылает учеников, он говорит, посылаю как овец среди волков. Я подробно говорю, кто такие волки? Иудеи, которые распинали Христа. Второе, безбожники, коммунисты, фашисты, масоны. Это все волки. Но когда в 20 главе Павел собрал, говорит, присвятеров, из Епеса призвал в Белит, то он говорит им, из вас, а там, видимо, были не один, им руку положенная, самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Нет. И будут говорить превратно, притом умышленно, превратно. То есть, наоборот. Зачем? Чтобы увлечь учеников за собою. Они против меня воюют, то почему я об этом говорю? Вот в лице Максима я увидел друга. Вот на этом этапе я говорю. Дальше мне неизвестно, что между нами где будет. Вот пример. Меня вызывают на разные там конференции, коллогами, конгрессы там. И вот мне обычно всем дают 10 минут. Мне только 5. Это всегда, всегда. Это какой-то у них неписанный закон такой. Бывает 15 минут оратор дает. Мне больше 5 никогда не дают. Почему? Видимо, они знают, что я за 5 минут скажу то, что им за 10 минут не сказать. Мам! Прикрой дверь, а! И вот... Мам! Дверь прикрой. Да, я слушаю. И вот я сижу и думаю, как же мне в 5 минут вложиться. Но передо мной выходит доктор юридических наук Сорокин Виталий. И он говорит, как будто я стою на кафедре. А речь шла об экстремизме. Когда сказали, а ту, и все, экстремисты. А я вышел с Библии после него и сказал, я экстремист. И стал доказывать. Я говорю, я хотел сказать больше. Ну, передо мной вот вышел этот доктор юридических наук, профессор. И он сказал все. И он говорит, верующий, настоящий верующий, он не может быть не экстремистом. Экстремизм призывает к высочайшему, что в этом деле есть. То есть достичь вершины. А я тогда обернулся к этим. Президиум сидит за столом. Я говорю, вот вы не экстремисты. Иначе бы вы нас туда не собрали. А по слову Божия, не экстремисты, кто это блевотина. А почему Господь говорит, ты не холодный, не горящий, а тебе извергну из уст моих. И когда мы считаем Андрея Кисарика, подокийского архиепископа, он говорит блевотина изо рта, что извергну из уст. Что извергается-то? И этот профессор сказал, я из дома позвонил, говорю, скажите, как вы могли так сказать? Точно. Он говорит, а у меня 12 книг открытым оком ваши зря стоят на полке. Вот и все. И вот придет время, то, что сказал Максим, значит, Сипаненко, это будет растолковано. Первый толкователь, видимо, я. Я прямо говорю, о чем речь идет. Он до конца сам сознался. Я не осознавал, что будет. Сейчас мне сообщают уже по эфиру, что сегодня уже набросились на меня. Я еще не смотрел, как. Говорит, о ужас, говорит. И на вас, говорит, набросились за то, что вы поддержали Максима. Это было во времена Диоклетиана, во времена коммунистов. Если сказали враг народа и кто-то помогает, его сразу в ту же сторону гнали, в ГУЛАГ. Максим нуждается в помощи. И он сказал, мне нужна молитвенная помощь. Вы видели, как я объявил во всем собрании. Вот меня-то интересует ваше личное чувство. Вот как бы через вас я хочу войти... Ну, а как другие-то люди реагируют, что мы с ним встретились? Как эта встреча произошла? Я вам скажу, как они реагируют. Существует у этой медали и другая сторона ведь. Вот. Они просто-напросто вам скажут. Их Христос прощает всех этих женщин. Вот. Вы, как вы имеете право давать им звание с такой большой буквы Б? Ага. Как вы имеете право этих женщин вообще трогать, если они прощены уже Христом? Откуда они узнали, что прощены? Вопросом. Она не вышла из этого состояния. Она идет после этого еще на 10 абортов. Вот к Игумену, этот, Амбросе Юрасов, это он в книге пишет. Подходит одна прихожанка и говорит, батюшка, я вот привела к тебе доченьку там, Настеньку. Она у меня такая девственница, такая скромница. Даже на исповедь-то идти не хотела. Ну уж исповедуй ее, она не против меня. Он начал исповедовать и говорит, четыре аборта. Это большая буква Б. Четыре аборта. А за один аборт правило Василия Великого Второго на 10 лет отлучается. Ее никто не прощал. Это попы врут нахально. Он прощает. Прощает? А Господь говорит, я проклинаю ваши благословения. Вот об этом говорит Феофан Затворник. Если ты говоришь, я благословляю, прощаю, а Бог говорит, я не благословляю, не прощаю, скажи, что будет утверждено на небесах? Они самовольничают, самодурничают попы. Человек и не думал отставать от греха. Покаяние означает возненавидеть грех и к нему не возвращаться. А они и не думали. Их просто он приехал, ну 470, только пятеро не были на исповеди, не причастились. Они причастием попы играют. Он ткнул в то, что нужно было сделать. Его Бог избрал для этого. Высветить внутри. Внутри церковная эта беда-то. А люди, которые цепляются там, ну у нее муж, она от него там защела. Он-то один главный самец-то. И они на него сейчас гонят это. Но что церковники-то поднялись, вот это понятно. Почему? Потому что они главные виновники. Главные виновники епископы. Сказать боятся. Я знаю, вот у меня знакомый был друг. Друг. Очень хороший. Это был начальник радиостанции маршала Рокоссовского. Всю войну прошел на передовой. А потом уверовал. Был коммунист, видимо. И его посадили и приговорили к расстрелу. И он только сказал, благодарю тебя Господи. Он смерти не боялся. И они сами, учитывая его военные заслуги, давая его там, ну подайте прошение. Он говорит, зачем? Вы меня расстреляете, я буду со Христом. А они сами это дело сделали. И осудил первый заместитель Берий Меркулов. Присутствовал даже. Важная птица. Ему дали 25 лет. Пять лет поражения в этой выселке, пять лет поражения в правах. Устинов Александр Иванович. У него 10 детей было. И вот это герой. У меня были такие герои. Но! Я к чему рассказываю? Но! Он с властями разговаривал так, как власть имеющая. Но против беззакония в церкви он ни разу рот не раскрыл. Вот в чем дело-то. Это самая страшная мафия. Комсомольская правда как-то писала. Вы, говорит, не знаете, что такое церковная мафия. Это самая ужасная. Страшнее итальянской и советской. Они что угодно могут делать. Максим-то и подчеркнул в вашей беседе, что преступлением можно назвать молчание, умалчивание, замалчивание. Вот это вот то, что сейчас происходит в храмах. И это не освещается этот вопрос. Это же вопрос убийства идет на уровне серийного убийства. Это даже есть у кого-то и старцев, и у святых. Я не помню, что даже за грех аборта семьи Господь расторгает для того, чтобы не происходило уже следующего убийства. То есть распадаются семьи, и Господь попускает такое, чтобы не произошло еще одного аборта. Вот. Даже так бывает, что это очень, это очень страшный, страшный вот этот грех перед Богом. Вот. А он абсолютно замалчивается. О нем нет ничего. Любой правитель старался иметь около себя стражу. Хилифея, филифея у Давида было. Это филистимляне. И когда, говорит, после того, как мужа в Версавии он убил, Давыд-то, это был не израильтянин. Я говорю к тому, что они были люди храбрые, неподкупные. Когда царь Николай отрекся, поприветствовали всех, кроме, он, не знаю, полковник или кто, начальник дикой дивизии. Один-единственный из всего окружения царя Николая II. Да будет он благословен, говорит, на небесах. И вот, увидев, что так мужественно поступает человек, Давыд всегда приближал к себе этих героев Веры. Были около него. Об этом пишется в книгах старств. Сегодня увидели, как поступил Максим мужественно. Я говорю о Степаненко Максиме. Да сегодня бы, по смыслу-то, его первым делом я очень много слышал, что там в Томской области митрополит Ростислав. Обычно, когда говорят в разные никоны, там, что попало о них. И отрицать даже нельзя. О Ростиславе я слышу только положительное. Только какой он мудрый. И говорят, что выгнать он его не должен. Он не такой митрополит. Ну, посмотрим, дай Бог, чтобы это так было. Но, если митрополит, ну, понимает это дело, то он должен сказать, вот такие люди мне нужны. Он должен немедленно его приблизить к себе. Ни под каким видом не отдать его на растерзание. Патриарх услышал. Это у вас такой, в Томской епархии такой есть человек, который так заботится. Да он же в государственном масштабе. Да он, собственно, коснулся-то то, что называют проблемой. Тьфу, я это слово не люблю. Это всех европейских стран сколько там абортов-то делают-то. Да мы немедленно должны его, говорят, под охрану взять. Он никого не боится. Он смело сказал. То есть он должен быть сегодня рядом с патриархом. Они его сейчас додалбливают. Вот это вот, зараза, язва, она неистребимая. Удержится он или нет, ну дай Бог. И знаете, он уже распят. Уже назад нет никакого хода. Его уже распяли. Понимаете, в чем дело? Уже никак не вернут. То есть заявили свои высказания, сделали уже поставленные чины. Теперь то, что я сказал, что Ростислав должен был его к себе немедленно вызвать. Взять, говорится, под охрану. Особое благоволение о нем высказать. Не бояться за свое утробное животолюбие. Патриарх должен был это сделать. Но этого не сделали. Они будут сейчас смотреть, как бы туда вместе с ним меня не замели. Говорят, люди мира, их мнение ничего не значит. Максима нужно сегодня тиражировать. И когда бы они взяли его под охрану, там, в которой более-менее такие люди есть, они бы тоже вышли и сказали, я вот сколько времени бьюсь вот с этим, с этим. И стали бы говорить. А архиереи бы вышли и сказали, так, братья. Мы вас зажали. Мы, православная церковь, это монастыри особенно, это очень грубая тоталитарная секта. Это уже весь мир об этом говорит. Мы хотим быть другими. Мы сейчас посылаем делегацию к Невзорову. Пусть он все выскажет нам. Мы постараемся исправиться. Они указывают на наши болезни. Максим, поработай над этим. Вот тебе задание в течение месяца. Все наши недостатки, недостатки в государстве. Как их озвучить? Мы это обдумаем. Они им не хотят воспользоваться. Бог его восставил. Я посылаю к вам пророков, а вы убиваете их. Но его, если сегодня что-то сделают, памятник будут ставить. Я это не на уровне головы думаю. Так это же как еще можно применять? Это даже не комментарий, это была статья на его сайте. Он же публично не заявлял об этом. Он выставил, он же сам подчеркивает это, что я выставил свое мнение для близких людей. Или чтобы меня просто почитали, как говорится. Может быть, кто-то поддержал, может быть, кто-то оправил меня. Ведь это же, это было, он сказал, в тесных кругах сказано. Он не хотел даже этого, понимаете. Но тут, видимо, сработал сам Господь. Он вывел его. Видите, как он вывел его. Есть такое выражение. Экстраординарное время требует экстраординарных мер. Да. И вот как это? Я считал правосточную мудрость однажды. Был человек довольно зажиточный. С ним был слуга. И он далеко поехал к самому знаменитому врачу. Но врач осмотрел, у него что-то с желудком было. Ну это время-то, когда еще медицина-то, может, не на таком уровне была. Но знатоки народного средства, они многое знали-то. И он говорит, лекарства никакого нет, бесполезно. Просто нет, у него не существует лекарства-то. Ну а теперь, когда они пошли, в дороге застал их день, и он лег под тенечек. А солнце-то движется, и тень ушла в сторону. И его когда допекло, а слуга сидел, и он любил хозяина, и молчал, сидел, думал, сколько он перестрадал, лучше бы он умер. Уже ясное дело, что скелет один. Он не есть, не может проходимости, желудка нет. Он сдвигается от солнышка опять по тени, это во сне он сильно уставший был-то. И раза три он так, солнце печет его, и он пропотеет, и опять в тенечек заползет. И потом он видит, а он за ним все время носил молоко. Молоко это такой продукт, единственный, который без помощи желудка может усваиваться одним кишечником. Я много читал про молочную продукцию, ну говорю с чужих слов. И он видит, подползла большая пустынная земля, они в пустыне были. Название там этой змеи. И она голову опустела и напилась молоко. Потом поозиралась, опять голову подняла и сблевала туда молоко, брат, это яд. В житиях святых говорится, где змея была на дне бочки с вином, это все до одного умирают. Разбойники умерли, там, мы считаем, там, кажется, у Харлампия было, разные такие-то. Но этот-то проснулся, и он ему ничего не сказал. А он пропотел и захотел пить. И выпил, он думает, сейчас хозяин опрокинется, и все. А он не умер, он посадил маленько, еще раз выпил, да еще раз. И, видимо, у него это прожгло внутри. Он сразу попросил у тебя с собой что-нибудь есть поесть. Он говорит, да сухари. Он говорит, давай жевать молоком этим запивать. И когда он уже выздоровел, он тогда снова пошел к тому врачу, поехали. Пришел и говорит, а врач-то вывел, говорит, о, а где ты такое лекарство-то нашел, выздоровел, он говорит, лекарство. Да вы же сами говорили, нет такого лекарства. Никакого лекарства не было. А врач говорит, нет, лекарство одно есть. Это нужно, чтобы человек был очень тощий, чтобы организм у него ни грамма жира не имел. И нужно, чтобы он солнцем пропечен был, не в бане. А потом сразу ему в тенек надо, и раза три так. А потом надо вот такая редкая змея, чтобы выпила молоко, и сблевала, и человек выпил. Еще попало, говорит, а слуга-то достал и говорит, вот так все и было, господин мой. Так вот, я считаю, то, что сделал сейчас Максим, он как раз подал вот это лекарство. Это лекарство. То, что этот грех, который был, он его открыл и показал. Вот это раскаяние означает, надо сглотнуть его, пропустить через себя со стыдом. И оно прожгет его, прожжет его. Он, как этот слуга, все это видел. Он спасает господина, свою родную православную церковь Московского Патриархата. Они этого не понимают, что они делают. Преследуя Максима, они ускоряют погибель свою, полное разорение. Когда Патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока и сказал, состояние церкви, тире, я говорю, вот такое тире. Духовные развалины. Я на это только добавил. Ему показали не худшее. А где мы едем? Там Освенцам и Хиросима. Да, вот эти лекарства. А в лекарстве-то никто не наздается. Все же себя... Сейчас много говорят про сектантов православные особенно. Мы православные, а не сектанты. Но православные себя уже тоже считают исцелёнными. Они не нуждаются ни в таких лекарствах. У нас Христос есть, и Он нам грехи простил, все-все аборты нам простил. А зачем нам ещё лекарство-то какое-то нужно? Вот и иконы все исцелённые уже до половины считают в раю себя. Большего обмана придумать нельзя. Почему на иконах старинных мы видим дьявол цепями тянет верующих в ад, огонь горит. И первые, первые епископы с панагиими своими, с митрами, вторые за ними священники, а дальше уже все остальные цари-прихожане. Эти иконы не где-то там в дальних пещерах, в Новосибирске, на хорах, там я не раз видел икону. Они не боятся. Я сколько раз говорил, вот Серафим Саровский, вы верите в него, верите? Ну он молится три дня целенаправленно о русском священстве, о русских архиереях написано и священстве. Почему он стал молиться, а никто другой не молился-то? Ему Бог открыл, потому что он был в духе святом. И как он молился? Не знаю как, но написано три дня. Но Андрей Гурайев говорит, что это подложное такое... Ну давай, даже если подложное. Как говорится, видение патриарху Алексею не было, что там его Феодосия упрекал, что это не правители, а кривители. Допустим, не было, но вы сами разве не видите? Если его не было, оно должно было быть. А Андрей Гурайев имеет какие-то другие данные. Но я-то говорю не басни. О чем я говорю, это написано в настольной книге священнослужителя, которая вышла по благословению патриарха Пимена. Это самый капитальный труд. Третий том, 601 страница. Первая строчка сверху. Три дня. И через три дня Бог заговорил. Вот тут для меня тайна. Но так как там в кавычке открывается прямая речь, там написано, Бог отвечает, не пощажу и не помилую. И дальше причина. Потому что вымыслами своими заменили заповеди мои. Я нашел это, 118-й псалом, 113-й стих. Что, Андрей Курайев разве не знает, что это необходимо нам? Он знает, он умница. А опровергать, что это подделка? Ну, я не знаю, ни от кого не слышал. Зачем же подделку поместили как истину в капитальный труд настольная книга священнослужителя Московской Патриархии выпущена? Не знаю. Ну да. У нас-то мало чему вообще можно верить. Вот сейчас Туринскую плащаницу тоже положили. Кто, докажите мне какая-то там она Туринская плащаница, Христова, она там анализы какие-то делает. Приваржи анализы подложенные, все подкупленные. Все же можно объяснить правильно. Ну а вера-то у нас есть. Да. Да никакая вера, да тут и примеров сплошь. Ну вот вы говорите, допустим, да, Серафим Масаровского. Ну, народ на свой, как говорится, на себя-то не принимают. Это они объясняют так. Это может быть было когда-то или может быть когда-то будет. А у нас сейчас в церкви все замечательно. Мы вот украшаем, пляшем там, ходами крестными ходим. Вот. У нас все замечательно. Какие там у нас? У нас Христос простил нас. Вот. И мы чувствуем, у нас духовное удовлетворение, такое вот духовное спокойствие. Значит, мы идем в церкви, церковь с большой буквы. Вот. И церковь наша здоровая, так как мы духовно здоровые. Сейчас никому ничего не объяснишь, Игнат Тихонович. Ну вот, сами видите, ну начинаете чуть. Я вот сейчас эту переписку опять все мусолю, да мусолю там по Пураеву. Вот. Ну там кое-кто вот выскажет там свое мнение. Вот опять же там девушка-однодорина там тоже объясняет, кому-то там объясняет. Да вы не понимаете Лапкина, он же говорит истину, он говорит за чистоту православия, там за штаны, там за все, за все. А мы вот бабу, мы не понимаем, мы вот живем такой жизнью там. Ну, вы считаете там интересным? Вот. И что ж, кто же ее будет слушать, кто ее поймет? Объяснили, что никаких штанов нет, есть женские штаны. Вот. Женские одежды, женские такие подъемки. И все. И вот ведь грех разрешен. А один из наставников монашества даже говорил, ты избери такого наставника, стружек которого нет во вселенной. Святые все имели в виду. Все. Ничто не считалось за мелочность. Почему книга Иисуса Новина 1 глава 8 стих говорит, да не отходит книга себе от уст твоих, но получается в ней день и ночь, дабы, дабы, в точности исполнить все написанное в ней. В точности. А в точности это значит все важно. Это мы только рассуждаем. Да, это не важно. Не важно, ну, не важно и все. А на каком основании не важно? А то, что ты уже полностью мирской и по-мирскому все делаешь. Важным считается то, до чего достиг. Мне вспоминается, что жития святых был такой святой Григорий Низкий. Это родной брат Василия Великого. А у них, ну, его родная сестра Макрина была. Вот семейство какое, сколько канонизированных. И он решил там написать память ее, что Бог как с ней делал, как она болела, верит. Какой верит это или раковая опухоль или что-то. И как она была исцелена. А потом узнал, что люди-то не верят. Ну, родная сестра, ты пишешь. И он написал, говорит, люди могут верить только в то, что сами могут сотворить. А раз сотворить они ничего не могут, они ничего не могут и сказать. У них ничего нету. Вы же сами видите, когда тут был разговор. Вы привели это из Якова. Покажи веру твою без дел твоих. А я тебе покажу, Яков, говорит, из дел моих. А тот ваш собеседник говорит, а у меня никаких дел нету. И сразу ушел, больше ни разу не пришел. Они не знают, куда себя деть. У них ничего нету. Заходишь на странички, вообще ничего нету. А когда в жизни встречаешься, видишь, он с собой поболтал, пошел перекурил и другое. Я говорю, у тебя жена-то венчана? Какая венчана? Она там пятая уже. Этих людей лучше ты не трожь. А они только здесь скрываются под разными никами, аватарами. Храм какой-то строят. Они сами себя боятся. Вот у меня, Господь, у меня все телефоны, все выставлено. Бери, звонил, звонят люди. Сейчас только звонили. Они уже, я вот начинаю там, разговор там подвожу, допустим, к итогу. Они уже начинают переходить на личности. Уже прям цепляются. Уже такой зловой прям хотят и лодку порвать. И легче на список сразу. Ну, понимаешь, у них другого нету. Они на это поставлены. Я, например, ни на одного человека на земле не обижаюсь. Вот они еще говорят, гордость, гордыня. Это, я говорю, может быть, у того, кто что-то знает. Я не знаю за собой этого. А что у вас гордости нет? Я говорю, скажите, что это такое? А чего? Мне некогда об этом думать. Меня долбят со всех сторон. И баптисты, и писятики. Кого только нету. Кому не лень, как дядь щукарь говорит. Какой бы кобель не сорвался, обязательно на меня загачу ухватят. Какой бы бы их не побежал, на меня наткнется. Вы скажите, скажите, от чего я должен гордиться? А вот вы видите, молитесь открыто. Ну и что? Что это означает молиться открыто? За это получает награду по хвалу Господь. Говорит, а я получил по хвалу? Что вы выдумываете-то? Милостыня будет тайная. А вы около церкви открыто подаете. Надо понимать, что левое не знает правое. Ты не хвалишься том, чтобы услаждался этим. Я говорю, скажите, а вы слышали такое, что семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей? Знаете, вот у нас храм там, склад. Я говорю, вот это место чем-то от других местностей отличается? Люди приезжают? Нет. Я говорю, а почему ты не молишься? Вот сколько мы стоим, на Малиту ни разу не призвал. А что это? Среди дня. Зачем нам это фарисейничать? А я говорю, я так никогда не рассуждал. Вот дети у меня купаются. Там пруд, там деревья. Я пришел с ножовкой, вырезал место, куда могу склоняться уйти. И дети со мной ходят там. Потому что до лагеря бежать далеко. Около складов стоим. У меня снова тропинка через крапиву. Я ножовкой выпил место и туда. Пошли в сады, у меня там укромное местечко есть. А на жизнь другая будет. А что вы хвалитесь? Хвалящееся написано. Хвались. В повелительном наколении. Хвались Господом. Я молю Господа, благодарю Его и тебе передаю опыт. Эти люди говорят не от Бога. Они не хотят, чтобы кто-то это знал. Они говорят, да это время такое, да это невозможно. Возможно, я показываю. А Златоуст говорит, если один в это время спасся, один. На Суде Божьем этот один осудит всех. И вы могли. Сегодня, если одной ноги нету, около храма он будет день и ночь проситься. Почему Козлов Сергей не просит около церкви? Ихонописец лежит на спине и других учит и помогает. За десятерых мужиков еще. Они же уводят за собою многих. Они прямо как скажут. И за ними прямо смотрите. Бах-бах-бах-бах-бах. Прям в десять минут. И тут же у них прям вот они их почитатели. Да, вы правильно говорите. И все. Тут же. А вот тут что скажешь и вроде не свое говоришь. Вроде свое ты стараешься не говорить, а людей приводишь. А как говорится, цитаты и святых, и умных людей. И все. И ни одного никто не поддержит, не объяснит или не даст свою трактовку. В общем какая-то зараза вылезет. Так на нее налипает и исчезнет. И исчезнет. Да, смотри Сергей. Вот сейчас он со Степаненко Максимом. Ну я первый сказал. Опять же я оказался в этом деле первый. Почему? Потому что я об этом молился. Господи, что он хотел сказать? Он говорит, они не поняли. Он сам говорит. Я этого не ожидал. Я понял и я ожидал. Я сказал, выткнули внутрь церкви. Это не во внешнее. Внешне нас не касается. Убийцы там, ну они вне закона Божия. Для него какой грех? Кто не знает, он просто с сатаной вместе. Вы коснулись прихожанок. И руководители у них стоят здесь. Вот в чем дело. Он высветил внутреннее наше разложение. Погибель. Хотя сам он до конца осознался и не осознавал. И поэтому, и хорошо, что не осознавал. Ему легче отвечать. Меня когда КГБ допрашивали, я насчитал архипелаг ГУЛАГ. А за ним гонялись. А где? Кто вам дал? А я знал, что это будет. Ко мне как заходишь, а у меня по стенам, если замерить, 12,8 квадратных метра комната была. И тут вешалка в темноте. Вверху так это, куда шапки кладут. Я всех предупредил. А у меня со всего Советского Союза приезжали. От архиереев, священников. Я когда насчитывал, брали пленки. Приезжали по делу. Я говорю, если у вас для меня что-то есть, вы кладите на полку. А второй раз приедете, посмотрите, лежит там или нет. Я говорю, я сейчас нуждаюсь в литературе 20 век христианства, об умученных христианах. Мне нужно узнать подробно, как расстреляли царя и архипелаг ГУЛАГ. Проходит там неделя примерно. Я руку туда сунул, где шапка-то. Книга лежит, достал, архипелаг ГУЛАГ. И когда КГБ спрашивал, я говорю, я не знаю, кто положил и не знаю, кто взял. Они могут меня на кусочки терзать, я не знаю. Ну, не трудно это было сделать-то. Но он вышел открыто. Он не выступил под чужим именем. Как это можно не оценить-то? Это в наше-то время, когда оставались одни только трусы. Я уж просто осознаюсь. Мой отец рассказывает, как за одно слово арестовывали. Он инвалид войны. Вот такой вот, до левой руки еще почти не было. Культяпка маленькая была. Десять ребятишек. Но я-то маленький, он все рассказывает. А у меня уже тогда мысль была. Я говорю, мы звали не папа, а тятя. Я говорю, тять, а почему тебя-то не забрали? Понятный вопрос? То есть, он, если это говорил мне, на степи, когда коров пасли, так еще оглянется. Там никого рядом нету-то. И у меня вопрос возник, что если бы отец говорил, как это надо, его бы арестовали. И мы бы были сироты. У нас бы этого не было. Но у меня у ребенка этот вопрос уже возник. У ребенка. Пяти-семилетнего. Почему у этих-то попов, метрофорных-то не возникает мысль-то? Это вам надо было делать. Это Чаплин должен был озвучить, а не Максим. Это Дворкин должен был озвучить. Почему вдруг капитан вышел вперед генерала? И они этого не оценили. Они еще и завистники при том. Это, большей частью, еще и от зависти, и от ненависти. Он до конца этого не понимает. Я только почему сразу сказал, только бы он не ожесточился. Да нет он. Я сказал, ты обдумай мои слова сначала. Мне не надо ваши... Я знаю, что это возможно быть. Потому что он слишком расположен к ним. А Богу это не угодно. И Бог его сейчас маленько отделяет от них-то. А когда они сейчас начнут рубить и клеветать, он скажет, да правильно же про вас говорили-то. Лютые волки не щадящие стадо. Он может еще дозревать не один месяц до этого. Я дозревал до этого 50 лет. Я вначале думал, когда говорили что-то, ну почему нет пробуждения в церкви? Я считал на первом месте вина то, что славянский язык. Люди не понимают. Проходят годы, я так и думал. Но потом я увидел, не это главное. Это не второстепенное даже дальше. Главное это богослужение, которое заняло место в Святой Библии. Богослужение. Вот всем корень-то. Проходят годы, я все работаю. И я понял, богослужение это не главное. Это одна из составляющих. Главное это монашество. Монашество погубило православную веру. Оно открыло дверь мусульманству. Оно породило все, что есть. Почему? Самое лучшее из народа они высасывали. В монахи шли люди крепкие, сильные. И они за стенами этой мандры, при архимандритах, они умирали, как Сидоров пишет, уходили в песок, не давая потомства. И Андрей Кураев говорит. Уже в 7 век, в 632 году Мухаммад умер, Магомед. Ни одного Кирилла и Мефония не послали за 600 столетий. Аналоги с них брали. И встретились уже только на полях сражений. А там будет еще крушение Византии и все дальше. Главное монашество. За этим стоит, что все ударили в богослужение. Не добавь, не убавь. И третье это непонятный язык. Вот теперь у меня все выстроилось. Я дозревал долго по тюрьмам. Так что Максиму еще предлежит кое-что испытать. И нужно за него крепко молиться. Чтобы они из него не сделали труса. Потому что такие люди, которые держат, если их сломают, и его надо ему выбиться, теперь он будет всех давить и гнобить сам, лучше их. Вот человек, который приходит, допустим, из сектантов. Баптиста. Он должен супер православный быть. Потому что он проповедует. Он говорит, надо Библию изучать. Баптист. И они сваливаются в ту же яму. Они начинают делать как все. Чтобы только его не обвинили. Он делается супер православным гонителем всех. Вот беда-то наша где. Мы не понимаем, что Бог героя восставляет, может, один раз в сто лет. Как у старобрядцев. Епископ Михаил был Семенов. А потом Дурасов. Они убивают их. Он с ума сошел, и дальше не знают, что делать. А дальше его на шее избитого из уродована. Епископ канадский был. Семенов Михаил. Они ненавидят. Они убивают. Это касается всех нас. А ты заметил сильный, смелый человек? Приблизь его к себе. Постарайся войти в друзья. Нет, в слуги к нему попади. Если бы были настоящие, Максима бы сейчас охраняли день и ночь около его помещения. Тут еще вопрос в том, что они превратно приняли его. Многие его не поняли. Понимаете, в чем дело? Он сейчас ищет человека, который бы за него слово замолвил и объяснил, правильно дал трактовку его мысли. Понимаете, в чем дело? И его, я так думаю, в большинстве своем просто поняли неправильно. Вот так еще можно сказать. Его беспокоит то, что, как же так, его собратья. И вдруг на него, и то другое. Я говорю, это совершенно нормальное явление. Вы ткнули в них, в этих Б, которые наполняют храмы. А их-то такими воспитали, прощают, прощают. Вы ткнули им в глаза буквально этим факелом пылающим-то. Он еще не осознает это, что вон избранный сосуд у Бога. Я говорю по сегодняшний день. Он сделал то, что ни один не сделал во всей патриархии. Его президент должен был сейчас к себе в совет попросить. Человек, который не боится, и так говорит, да мне такие люди-то и нужны. Они не поняли. Да, такие люди. Это уже церковь состоит и, как говорится, как он заявил из Б, а что же и так далее. Б, Б. Я как-то однажды сказал, проповедь такой, без пяти Б ни один не спасется. Как так? Я говорю, давай по порядку. Загибай пальцы. Б, Бог. Без Бога никто не спасется. Б, Библия. Без Библии никто не спасется. Б. Благовестие. Ни один не спасется, если ты не проповедуешь. Дальше. Благословение. Благословение Божие и священство. И будущее. Вот пять Б. Ни один без этого не спасется. Ой, как здорово. А где вы прочитали? Да нигде. У меня много наработок таких. Очень много. Я их не все даже, говорится, выдаю. Когда я говорю, что такое совесть, я говорю, святыцы. Вот Марк говорит, так этот, Ава Марк, не евангелист. А вот такой-то, Ава Исаия. Это так. А у меня объяснение совести. Совесть, это такой участок души, тот, тот участок, через который слышится голос Божий. У души. Участок души, который еще не сожженный. Больше такое совесть. Знаете, еще такое предложение есть. Вы видели видео Андрея Кураева, где он конкретно объясняет по словарю и по словам. У меня Мадонна 53 года. Да, я знаю давно это. В общем, она все пересчитала. Понимаете, в чем дело? Люди просто в штыки сразу воспринимают это. А я считаю, что это видео нужно вставить в наше вот это видео. Вы мне его пришлите, а я его вмонтирую буквально две минуты. Вот, чтобы люди понимали, что это слово, оно находится, как говорится, в книгах, и оно соглашено церковное слово. И что раньше оно употреблялось как обычное в обиходе было слово. Я вот вставлю это видео. Вы сразу не ставьте его в YouTube, а мне дайте его. Я его обработаю. А это вы мне говорите? Ну да. Но я его как вставлю-то? А только что оттуда перекопировать. В YouTube я поставлю его. Да вот как в прошлый раз делаю. Вы в YouTube поставьте, потом я скажу вам, уберите его. Я его быстро обработаю, и вам вышлю, и вы опять по-новому поставите. Я сделаю там за пять минут. Вот вы видели, когда мы беседуем, а Андрея Кураева обо мне, где говорит-то. И Игнатию все равно. Ему наплевать на эти соборы, не соборы, люди, тем более наши решения Синода. Он говорит, не прикрывайтесь этими соборами, там проще. Библия так говорит-то. А мне, говорит, это не все равно. Я думаю, что скажете пископ. Вот она, где корень-то весь-то. А Андрей-то это прямо говорит. Вот прямо говорит. Он же говорит, опять же, вот к этому видео вернется, и где он, где он тракует слово Б. Кураев. Да. Вот. И он же опять-то Максим накидывается. Опять же, вы же видели, как он его обличил до Максима. Так он, Максим-то, в его там я посмотрел там, где его выступление, там рядом Кураев. Прям в одну строку он уже подтянутый там. Ну да. Да. Как же так? Тут как будто в двух смысле получается, и какая-то непонятка такая. Надо себя проверять иногда, как бы в этой обстановке я поступил. Вот хорошо написано в рассказе, но не рассказ, можно сказать даже, я даже не знаю, как это его. Хаджи Мурат, книга такая, Льва Толстого. И там князь Воронцов когда беседует, и он о себе рассказывает, когда царских детей стали убивать, царских, ну княжеских детей-то. Я, говорит, выпрыгнул в окно, бежал. И он так удивился и говорит, и вы бежали, а я считал, вы никого не боитесь. Он говорит, да, это было последний раз. Не бояться надо, а сказать. И что больше этого не повторилось. И когда его взяли и вели, я, говорит, рванулся и вдруг вырвался, а ущелье было и бросился в ущелье. Разбиться-то. Но его всего переломанного нашел пастух и поставил на ноги. Дальше, когда, говорит, я воевал с такими, там где-то, и одного убил, я подполз к нему снять оружие. А он, говорит, повернулся ко мне и сказал, ты убил меня, а мне хорошо. Прими газоват. Вот нам чего не хватает. Мы наш газоват упустили. Мы вышли на войну. Господь нас поставил воинами своими. И поэтому, если ты где-то прячешься, когда придет Господь, где Он тебя будет искать? Он будет искать тебя в своих рядах, воинов своих или где-то там, в трусливом уголке. И что главное, я пока еще не открыто, не начну, ну, звонят ему, он сказал об этом, Максим, никого нету. Воспитали новое поколение трусов. Родители наши такими были и таких нас породили, тем более, когда эта мать-одиночка на одну ночку. И спрашивать тогда нечего. Кто мы такие? Наша нация требует героев. Она криком кричит. И чтобы подражали им. Не папки Корчагины. Нам нужны люди, которые бы встали за истину Господню в том, что истина. Вот мне особенно сильно понравилось у Максима. Он ссылается на Библию. Ссылается к месту. Много. Это не свойственно православным священникам. Совершенно. Осознает он или нет, я еще не знаю. Потому что я вижу, что у него это уже вошло в норму. Он без натуги открывает, показывает и всегда подтверждает местами Писания. Вот я оцениваю как. По самой высокой шкале. Да. Знаете, давайте будем заканчивать. Выставляйте сейчас видео. А я вам дам знать. Я его скопирую и дам вам знать. А что нужно тогда мне два раза загружать после того, как от вас-то получу? А они у вас почему-то уменьшены. И мне сделали замечание. Говорят, они еще стали хуже выглядеть. Да это не уменьшено. Это вы мне так прислали такое почему-то. Я не знаю. Я сделаю как надо все. Так, если я вам пришлю, его количество мегабайтов уменьшится, возвращаясь? Я пришлю какой-то такой, какой вы мне дали, такой я вам и верну. Так. И только вставлю туда Кураеву, понимаете? А, вот что. А Кураеву вам не надо? Вы его найдете сами? Я сам все делаю. Все. Значит, то, что сегодня, вот сейчас мы с вами разговариваем, я должен вам прислать. Сейчас я закачаю на YouTube, вы там ловите его. А потом я уберу, а ваше поставлю. Я так понял? Да. Ну все, до свидания. Я вас навеличаю, Сергей Георгиевич. Все, с Богом. Ну, до свидания, друг мой. Давай, отходи. Спаси Христос. Хороший получился. Теперь, когда бы ты не старался стирать, без моего благословения это не делай. Сначала мы пообсудим, чтобы не попали никуда. У нас одна же такое случается.